Новости столицы в эфире. С вами Лориана Шамхалаева. Все, что произошло за неделю в Махачкале и заслуживает внимания, смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. Реконструкция и благоустройство улиц столицы и не только о том, что за работы начались в поселках Ленинкент и Кихулай, расскажем через несколько минут. Интеллектуальная транспортная система, что дает ее внедрение в Махачкале и как это влияет на пропускную способность дорог. Подробности сегодня в выпуске. «Я счастливая мама» – фотовыставка с одноименным названием открылась на неделе в Махачкале. О том, что за работы были выставлены в Театре поэзии, узнавали наши корреспонденты. В Махачкале завершается ремонт дороги на улице Батырая. К укладке асфальтобетонного покрытия приступили накануне специалисты подрядной организации. Протяженность участка ремонта – 500 метров. Мероприятия, которые завершатся в ближайшее время, позволят увеличить пропускную способность улицы и улучшить транспортную логистику микрорайона. Ранее на данном отрезке проезжей части проводилась работа по фрезерованию верхнего слоя асфальта и поднятию ливневых колодцев. «Буквально неделю назад были начаты работы по ремонту полосна дороги. На сегодняшний день работы завершены на 80%. До конца текущей недели полностью эта улица была завершена. Мы находимся сами на пересечении улицы Батырая и Гамдад-Цадоса. Остался промежуток от улицы Гамдад-Цадоса до развилки улицы Каркмасова. На участке, где работы завершены до пересечения с улицы Гамидова, с проспектом Гамидова, в основном транспортное движение. В принципе, проблем для горожан нет. Мы постарались оперативно завершить данный участок дороги». К реконструкции улицы до Куспаринской приступили на неделе в поселке Ленинкент. В данный момент подрядная организация занимается строительством ливневой канализации. Работа осложняется необходимостью переноса опор линий электропередач и газовых сетей. Отметил начальник управления ЖКХ города Шамиль Магомедов. По его словам, здесь также зафиксированы многочисленные факты с самозахватом муниципальной земли. Общая протяженность улицы, соединяющей центр поселка с федеральной трассой «Кавказ», более 2,5 километров. «По многочисленным обращениям жители поселка Ленинкент в 2022 году нами начали работы в рамках федеральной программы «Бедопасные качества автомобильной дороги». На данной улице нами проводятся работы по установке ливневой канализации для сбора поверхностных вод, установка колодцев, дождеприемных камер. Также обустройство уличного освещения, плюс очень много электрических опор здесь расположено и газовых сетей. Работа по переносу тоже проводится нами. Очень много самозахватов, выхода на территорию дороги, на муниципальную территорию. По данному вопросу тоже проводится работа администрации по сносу незаконно возведенных в основном тазоборы, часто данного владения. Между тем, по проспекту Насруддинова в Махачкале началось строительство сквера. Здесь появятся зеленые зоны и плиточное покрытие, уличное освещение, скамейки и урны. Новое общественное пространство у банкетного зала «Восточная Пальмира» составит более 5000 квадратных метров. Рядом с будущим сквером проводится ремонт улицы Урадинского. Заасфальтируют и прилегающие к благоустраиванной территории дорогу протяженностью 200 метров. Общая площадь благоустройства составляет 5300 квадратных метров. Данная территория была выбрана в результате рейтингового голосования, проведенного в прошлом году. И жители города выбрали эту территорию для благоустройства. Параллельно благоустраивается территория напротив, через дорогу, по проспекту Насруддинова в районе инновационного колледжа. И, синхронизируя с проектом безопасной и качественной дороги, нами асфальтируется улица Урадинского протяженностью 450 метров, где проводится нормативное состояние тротуара и проезжая часть. Также нами асфальтируется, благоустраивается подвездная дорога к цверу, которая пересекается от улицы Урадинского. В Махачкале приступили к благоустройству пешеходной зоны в поселке Кихулай. Работы идут от улицы Школьная и до улицы Багандова. Частично сделана заливка бетоном лестниц, подготовлено основание для следующего этапа. Все ступени подсыпаются противоскользящим покрытием. Площадь благоустраиваемой территории составляет порядка тысячи квадратных метров. Учитывая пожелания местных жителей, администрации города было решено сохранить сложившуюся на территории схему, к которой привыкли махачкалинцы, при этом придав ей большую функциональность и внешнюю привлекательность. Работы проводит подрядная организация о спецрэмстроймонтаж, опытная организация. Работы идут согласно графику, с опережением. На сегодняшний день уже процентов 20 строительных монтажных работ по устройству лестничных маршей уже завершены. Планируем завершить работы в срок по графику до 30 сентября. Завершим работы по заливке ступенек. Потом начнутся работы по устройству освещения, декоративные заборы будут, ограды вокруг. Установим перила. Новые. Все новое будет абсолютно. Установим скамейки, урны, родник. В прошлом году рейтинговое голосование и очень активно участвовали наши поселки, не только поселки Ахола, Итальки, Албрекен, другие поселки поддержали эту программу «Комфортная среда». И с этим, как мы, четвертое, третье место заняли, общее голосование. И вот начали эту работу уже на сегодняшний день. Провели уже немало работы. Все участвуют в этом, все радуются. Конечно, это уже, это влезет под 80 лет. Потом же давно надо было реконструировать. Наконец-то все это получилось. Пропускная способность проспектов Петра Первого и Расула Гамзатова в утренний и вечерний часы пик увеличилась на 14% и на 12% соответственно. И все это благодаря автоматизированной координации управления светофорами. Как еще Центр управления дорожным движением, открывшийся в Махачкале весной, повлиял на развитие интеллектуальной транспортной системы в городе, рассказал представитель компании «Урбантекс» на встрече с журналистами. Было отмечено, что благодаря внедрению ИТС в режиме реального времени можно контролировать загруженность улиц, оперативно реагировать на ДТП, а также следить за качеством работы общественного транспорта. В целом проблемы как таковые в крупных агломерациях и городах, они схожие безусловно. Везде есть проблема с некачественной организацией движения по различным причинам. Везде есть проблема, что светофоры работают не так, как хотелось бы, не оптимально, скажем так. Есть куда стремиться. Везде есть проблема с перемещением населения из, например, с окраины в центр, из центра обратно домой. Поэтому это маятниковое движение, оно также присутствует везде, и светофорные объекты обычно это не учитывают. Мы же стараемся, чтобы это все-таки происходило, учитывалось. И по этой причине светофорные объекты имеют как минимум четыре режима. Это утренний, вечерний, дневной, ночной. Это как минимум. В Махачкале применяется больше режимов, потому что настраивается, хотим гораздо более качественно подойти к вопросу передвижения собственного населения. «Я счастливая мама» – фото-выставка, посвященная женщинам, воспитывающим особенных детей, открылась в Махачкале на неделе в Театре поэзии. Организатор мероприятия – Центр развития для детей с особенностями развития и инвалидов детства. На выставке побывала наш корреспондент Маляка Курбанова. Ей слово. Сегодня стены выставочного зала украшают фотографии особенных матерей. Их каждый день борьба со сложным, порой и неизлечимым диагнозом детей. И там, где медицина бессильна, мамы творят чудеса, открывая ребенку окружающий мир и раскрывая в нем таланты. Познакомить вас с моим сыном. Его зовут Арсен. Ему 16 лет сейчас. И в этот мир особенных мам я пришла из-за него. Потому что, как говорят, у нас случилось несчастье. И оказалось, что ребенок у меня особенный. И я старалась думать, что сделать для него, как его развивать дальше, что ему подходит, как его адаптировать, социализировать. Мой ребенок рисует. И с трех лет я всячески его максимально развивала в этом направлении. Чтобы он нашел себя в творчестве. Его можно назвать состоявшимся художником. Потому что в его 16 лет у него уже было несколько персональных выставок. И мы готовим в сентябре еще одну. Фотовыставка проходит в рамках третьего межрегионального арт-фестиваля «Горизонты будущего». В планах у организаторов создать арт-студию для особенных детей по созданию мультфильмов, обучению живописи и хореографии. Сегодня в центре занимаются и по терапии, и творчеством более 60 ребят. Грантовую поддержку проекту оказывает Министерство труда и соцразвития региона. У нас есть разные диагнозы. У нас есть дети с ДЦП, слабовидящие, слабослышащие, с аутизмом, с содержкой психоречивого развития, синдромом Дауна. То есть мы не выделяем какой-то отдельный диагноз. Мы берем всех детей с особенностями развития, потому что каждый ребенок индивидуален и у каждого свой талант. Зачастую родители в погоне за реабилитацией не замечают этот талант. А наша задача – выявить талантливых детей, помочь им развиваться и расти. Самая большая награда за труд и терпение для таких матерей – это успехи их и детей, для многих из которых общение с людьми – уже большой шаг вперед. Малика Курбанова, Салман Гитихмаев, ННТ «Махачкала». Это все события, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова